книга открытым оком том 28 тема вера вопрос 3946 сильно ли отличается нравы тех кто живет близ святынь и тех кто просто дома молится и не может быть паломником к тем местам отвечает игнатий тихонович лапкин поговорка о том что не место освещает человека а человек место еще пока действует если человек любит совершать паломничество свой хадж то спроси что он там ищет мне это совершенно чуждо и я сжимаю до предела свое время каждые сутки или с вечера утра чтобы заняться любимым делом кавычки открыты в иерусалимском раме гроба господня главной святыни христианского мира вспыхнула драка между православными и католиками несколько десятков человек священнослужителей монахов прихожан и полицейских пострадали из-за того что монахи ордена францисканцев оставили открытой дверь ведущую в католическую часть храма зачинщики арестованы священники раскаялись в содеянном в ночи с понедельника на вторник в той части храма что принадлежит греческой православной церкви сотни людей собрались на молитву они отмечали один из памятных дней православного календаря посвященной вас не важнейшему событию в 327 году императрица елена мать византийского императора константина обнаружила близ голгофы место распятия христа истинный крест когда процессия богомольцев вышла из зала греческой патриархии что чтобы мимо часовни гроба господня направиться влево голгофе один из священников заметил что дверь ведущая направо в католическую часть храма открыта православные сочли это знаком неуважения и несколько человек покинули ряды процессии чтобы в буквальном смысле слова хлопнуть этой дверью два монаха францисканца сидевший на скамье поодаль сначала довольно энергично воспротивились напору православных а затем крикнули своих на подмогу и набежавшие братья последователи святого франциска асисского порядочно намяли грекам бока завязавшиеся массовые драки пострадало несколько через несколько десятков человек в том числе и израильские полицейские пытавшиеся разнять христиан не только не подставляющих под удары другие щеки но и стремившихся сокрушить как можно большее число зубов противников в итоге порядок был наведен а несколько особенно буйных и рьяных бойцов остованы после кулачной баталии настало время словесного примирения кавычки открыты этот день должен был стать праздником для всех нас кавычки закрыты горевал отец панделемус от лица православных кавычки открыты нам не стоит воевать друг с другом ведь все мы христиане кавычки закрыты покаянно заметил брат давид хури выступая от лица католиков инциденты спровождающиеся рукоприкладством возникают в пределах главной христианской святыни периодически храмовый комплекс возведенные крестоносцами в 1149 году на месте прежней визитской базилики оспаривали и продолжает оспаривать друг у друга различные христианские конфессии в 1757 году когда иерусалим был главным городом палестинского санджака провинции оттаманской империи султан именным указом разделил здание между католиками и православными протестантами а также представителями трех древних восточных церквей армянской эфиопской и коптской священнослужители по сей день не могут договориться ни о твердых границах своих зон ни о совместных ремонтных работах в храме в силу чего храм гроба господня в отличие от тысячи других христианских храмов планеты представляет собой довольно печальное зрелище его главный зал с часовней гроба и куполом на котором изображен иисус пантократор вседержитель имеет заброшенные строительные площадки с вечными лесами для маляров и мусором по углам по-настоящему величественно выглядят католическая часть и голгофа место распятия христа инцидент пополнит собой список прочих точно таких же в прошлом году во время великой соты прицель предшествующей пасхи в портале храма столкнулись процессе армян и греков несущий крест никто не желал уступать дорогу и крестный ход завершился массовой ракой которую утихомировали полицейские храм гроба господня охраняют израильские арабы христиане в 2002 году на крыше которую делят эфиопы и копты египтяне копский монах спасаясь от палящего солнца перенес свой стул в тень и оказался во владениях эфиопов эфиопы некротко вели велели ему убираться вон довольно по-светски заявив что действие брата во христе нарушает соглашение 1757 года определяющие принадлежность каждого предела каждой плиты пола и каждого светильника в храме в ходе развернувшегося богословского спора оппоненты обменялись вескими аргументами швыряя друг в друга камни а также энергично действия прутьями и стульями в итоге 11 человек получили ранения одного из эфиопов с тяжелым сотрясением мозга госпитализировали в больницу шаре цейдек врата справедливости книга первые царств 2 глава с 12 по 17 стихи сын я же или я были люди негодные они не знали господа и долго священников в отношении к народу когда кто приносил жертву отрок священнический во время варенье мясо приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю или на сковороду или в горшок и что вынет вилка то брал себе священник так поступали они со всеми израильтянами приходившими туда в селом даже режде нежели сожигали тук приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву дай мясо на жаркое священнику он не возьмет у тебя вареного мясо отдай роя и если кто говорил ему пусть сожгут прежде тук как должно и потом возьми себе сколько пожелает душа твоя то он говорил нет теперь же дай а если нет то силу и возьму и грех этих молодых людей было весьма велик пред господом ибо они отвращали от жертвоприношений господу что ты жадно глядишь на дорогу в стороне от веселых подруг знать забило сердечко тревогу все лицо твое вспыхнуло вдруг и зачем ты бежишь тропливо запромчавшийся тройка во след на тебя подбанченись красиво загляделся проезжий корнет на тебя заглядеться не диво полюбить тебя всякий не прочь вьется алая лента и грива волосах твоих черных как ночь сквозь румянец щеки твоей смуглой пробивается легкий пушок из-под брови твоей полукруглой смотрит бойко лукавый глазок взгляд один чернобровый дикарки полный чар зажигающих кровь старика разорит на подарки сердце юноша кинет любовь поживешь и попразднуешь волю будет жизнь и полна и легка да не то тебе пала на долю за неряху пойдешь мужика завязавший под мышки передник перетянешь уродливо грудь будет бить тебя муж привередник и свекровь три погибели гнуть от работы и черной и трудной отцветешь не успевший расцвесть погрузишься ты сон непробудный будешь нянчить работать и есть и в лице твоем полном движения полном жизни появится вдруг выражение тупого терпения и бессмысленный вечный испуг и схоронят в сырую могилу как пройдешь ты тяжелый свой путь бесполезно угасшую силу и ничем не согретую грудь не гляди же ской на дорогу и за тройкой во след не спеши и тоскливую в сердце тревогу поскорей навсегда заглуши не нагнать тебе бешеной тройки кони крепки и сыты и бойки и ямщик под хмельком и к другой мчится вихрем корнет молодой 1846 год николай алексеевич некрасов